Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Актуальный микрофон». И сегодня у нас в гостях активисты профсоюзного движения Людмила Ткачева, председатель районного объединения профсоюзов, и Андрей Рыбак, председатель правкома Беларусь-Каля-Белхимпрофсоюза. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня тема, которая, наверное, у всех на слуху, это COVID-19, эти профсоюзы здесь объединились и даже придумали акцию «Мы справимся вместе». Вот, Людмила, что сделано уже в районе у нас? У нас в районе уже сделано очень многое. Но вначале я хочу сказать, что у нас сегодня Солигорское районное объединение профсоюзов объединяет 218 профсоюзных организаций и насчитывает около 50 тысяч членов профсоюза. С первых дней вот такой ситуации эпидемиологической профсоюзы не остались в стороне. С первых же дней было принято постановление Федерации профсоюзов, согласно которому 2% от членских взносов, поступающих в первичную профсоюзную организацию, были направлены на счет Минского областного объединения профсоюзов. Был открыт специальный счет. Эти деньги, хотя счет общий, но они будут израсходоваться, то есть денежные средства, поступившие от организации Солигорского района, будут к нам на Солигорский район, ну и, соответственно, других районов. Сегодня я хочу поблагодарить все первичные профсоюзные организации, потому что большинство из них перечислили 2% на наш счет. И сегодня сумма денег у нас оказалась, это, наверное, самая крупная в всей области. Конечно, львиная доля – это Беларуськалия, порядка 4,5 тысяч, потому что это у нас самая крупная первичная профсоюзная организация в районе, которая насчитывает 13 тысяч человек. И сегодня, благодаря оперативным действиям Андрея Рыбака и его правкома, эти деньги были моментально перечислены, что позволило нам быстренько сработать с нашей Купаленкой, изготовить 100 многоразовых комбинезонов. И уже они, вот эти комбинезоны, позавчера были переданы в Солигорскую, нашу центральную районную больницу. Кроме этого, Федерация приняла еще одно решение, где 50% всех взносов, поступающих на счета первичных профсоюзных организаций, будут использованы на оказание материальной помощи работникам, которые, так сказать, не дай бог, заболели инфекционными какими-то болезнями, и также на приобретение дезинфицирующих средств индивидуальной защиты. И принято уже совсем недавнее 100-е постановление. Раньше на материальную помощь разрешали использовать до 20%. Сегодня 50%. Из этих 50% пойдет на специальный счет, уже открыт, Белорусского профсоюза работников здравоохранения. И эти деньги будут именно использованы на проведение акций «Справимся вместе». Федерация профсоюза утвердила положение об использовании этих денег. И уже, наверное, в средствах массовой информации уже это звучало. Это будет оказываться помощь медицинским работникам, которые, не дай бог, заболели коронавирусом, в размере от 200 рублей до 5 тысяч. В зависимости от степени болезни, от количества дней, находящихся на больничном. То есть, если у человека будет больничный до 21 дня, эта сумма составит 200 рублей. Если, не дай бог, будет более тяжелая длительная болезнь, и, не дай бог, конечно, смерть, то это будет сумма, там все расписано, до 5 тысяч будет сумма это составлять. Я хочу спросить у Андрея. Если Людмила говорит, что не все профсоюзные первички откликнулись на перечисление этих двух процентов, то вы, конечно, поддержали эту акцию. Насколько важно сегодня объединиться и оказывать поддержку врачам? Ситуация такая, что, наверное, не только врачам. Мы в целом сегодня объединились. И, наверное, не зря говорят, что вот эта ситуация, она приведет не только к каким-то противоэпидемиологическим последствиям, но и к изменению в обществе. Потому что если раньше мы как-то где-то, может, более цинично к чему-то относились, более, может быть, так вот, меркантильно, то сегодня люди сами идут. И мы даже, может быть, не ожидали, вот перечислили из средств профсоюзных взносов сумму, ту, которую, скажем, решили на уровне Федерации профсоюзов, Республиканского комитета. Председателями правкомов мы вот как-то освобожденными тоже собрали свои личные средства, закупили одноразовые перчатки для нашей спецполиклиники. Но потом пошло такое явление, когда люди сами приходят, наши работники в правком и говорят, куда мы можем сдать деньги, чтобы помочь нашим медицинским работникам. И, конечно, мы не можем отказать людям, собираем эти средства, передаем их на благотворительный счет нашего ТМО, ну и вот таким образом тоже участвуем, скажем, в помощи медикам. Сегодня профсоюзы вот на острие всей этой вот работы и как связующее звено между нашими людьми, работниками, членами профсоюза, да уже не только членами профсоюза, и теми, кто сегодня, ну, работает и, в общем-то, занимается конкретной работой по предотвращению всей этой ситуации. Ну, вы знаете, если говорить о нашей первичной организации, то наши освобожденные председатели и неосвобожденные, весь наш профактив, он, в общем-то, на рабочих местах, мы непосредственно общаемся с людьми, потому что, ну, сложно было бы понять того профсоюзного лидера, который бы ушел в какую-то, ну, даже, как сегодня говорят, самоизоляцию, когда работники, члены профсоюза на работе, занимаются своими трудовыми обязанностями, ну, а мы как-то остались в стороне. Поэтому общение происходит в основном непосредственно, хотя звонят, конечно, и по телефону, но общение происходит непосредственно, информация происходит, ну, поступает и к нам сюда, в правком предприятия, в общем-то, в таком непрерывном режиме от наших профактивистов, и мы стараемся реагировать на все это, ну, буквально онлайн, потому что вот нету какого-то средства где-то, решаем с нашими снабженцами все, чтобы где-то что-то перераспределили. Появилась какая-то, ну, скажем, проблема с графиком рабочего дня, чтобы развести потоки людей, еще что-то. Ну, вы это сделали на производстве же. Ну, понимаете, производство очень большое. Вы знаете, что Белорусская Алия – это не какое-то одно сосредоточенное, ну, скажем, место работы людей, это очень большое производство, очень большие территории, поэтому, может, где-то и наниматель не может, а оно так и есть, где-то и наниматель, где-то не видит всех вопросов. Наша задача сегодня силами профактивистов, буквально вот фотографиями, информацией доносить до нанимателя и решать эти вопросы. Ну, и люди, я вижу, что чувствуют, они сами уже делятся всем этим и понимают, что информация не проходит просто так, решение принимается. Я хочу вернуться все-таки к работе горячих телефонов, Людмила, да? Люди же звонят, обращаются, и активисты идут, и на дом несут и продукты, и лекарства. Сколько обращаются людей? Да, понимаете, сегодня мы ежедневно, я держу связь со всеми председателями первичных профсоюзных организаций. Вот, Андрей правильно сказал, которая мониторит это и соблюдение пропускного режима, это и, например, если люди заболели вирусными, есть какие-то признаки все-таки, чтобы профсоюзы инициировали отправление этих людей на отпуска без сохранения заработной платы или же на отпуска с сохранением, если это предусмотрено коллективным договором. Это и на наличие дезинфицирующих средств, средств защиты. Поэтому у нас, понимаете, оперативная связь постоянно. У нас сегодня группа создана из 32 волонтеров, это представители всех отраслевых профсоюзов сюда вошли на территории. И, конечно, мы, но, слава богу, немного обращений, наверное, все-таки есть родственники, но я нацеливаю всех, чтобы работали с такой категорией людьми, как ветераны труда, люди, которые отработали много лет, ушли на пенсию, но у них нет, например, близких, родных. Самая страшная – паника. Сегодня, вот правильно, Андрей уже говорил про это. Да, вот эти факты, все. И нам надо, понимаете, я всегда говорила, вот у профсоюзового был лозунг очень хороший, что мы вместе, и вот сегодня, как мы к медикам справимся вместе. Тут, наверное, не надо делить, вот кто будет – наниматель, профсоюз, Барсэм или кто-то. Надо нам всем сплотиться, и как можно, кто что может, совместно помочь медикам, поддержать их. Сегодня вот самое главное в эту минуту – наверное, все вместе объединиться и сделать все возможное. И, конечно же, без паники. Когда вот люди обращаются, почему не закрыты предприятия, почему, я говорю, так что мы хлеб не будем сеять, не будем коров доить, или давайте транспорт закроем, магазины. Жить продолжается. Сегодня весна, весенний год, день, вернее, год кормит. Поэтому, конечно, будем трудиться, и будем делать все возможное, чтобы оказать помощь. Сегодня, кстати, кроме этих 2%, и то, что должны отчислять, многие председатели первичных организаций уже оказали большую помощь. По данным, на сумму более 30 тысяч белорусских рублей израсходовано на приобретение масок и дезинфицирующих средств. И сегодня мне и председатель ЛМЗ звонил, что можно ли мы дополнительно закупим костюмы, где закупить маски. То, конечно, можно, потому что, я думаю, это вот так мы называем 2%, там 50%. Но если мы израсходуем, и первичные, главное, чтобы были деньги. Если мы израсходуем больше на такое доброе дело, то никто никого винить за это не будет, только скажет слово спасибо. Помощь лишней никогда не бывает. Да, конечно. Но сегодня общество поделилось на два лагеря, которые одни что-то делают и помогают, а вторые на диване комментируют, как все плохо, что все им должны. Очень важно, конечно, сохранить стабильность в обществе, в государстве. Вот Андрей правильно сказал, начал, что паника не должна быть допустима. Сегодня Беларуськали очень много помогает врачам, своим работникам. Я бы хотела все-таки услышать проблемы, есть ли на предприятии среди обеспеченности работников теми же ДС-средствами или масками. Надо сказать о том, что ведь не ждала страна вот такой ситуации. Ну, как не ждала? Мы в любом случае не производили ДС-средства и средства защиты в таком объеме. И поэтому пока перестроилась промышленность, пока перестроились наши предприятия для выпуска этих всех средств, конечно, ощущался некий недостаток. Сегодня в Беларуськали, скажем, 14-го числа поступила партия 4 тонны ДС-средства, которое было распределено по площадкам. Каждую неделю будет поступать по тонне. То есть мы уже закрываем потребность до середины мая. Сегодня наша Мила стиль шьет, ну, как и многие предприятия легкопрома, шьет уже маски и купаленка, и калинка, и костюмы, и так далее. Поэтому все, что необходимо, сегодня присутствует. Может быть, где-то наши люди даже немножко поступают не совсем хорошо, когда где-то слили этот антисептик, ну, для того, чтобы использовать дома еще что-то. Ну, мне сложно их винить, потому что каждый понимает, что где-то в аптеке нету, ну, может быть, где-то возьму. Мы все люди, мы все где-то думаем и о семье, и так далее. Присутствуют разные факты. Но в целом сегодня уже ситуация, я считаю, стабилизировалась. Информация, я уже говорил, что информация, профсоюз всегда, в общем-то, заточен на то, чтобы доносить информацию от людей до нанимателя и госорганов. Поэтому вчера это были вопросы зарплаты и пенсионного обеспечения, или там какие-то другие вопросы наши традиционные. Сегодня вот подключилась эта ситуация с пандемией. Поэтому, ну, это наша работа. Мы всегда так работаем. И здесь, фактически, ну, наверное, для нас ничего нового нет. По оказаниям от помощи работникам тоже мы всегда, ну, люди всегда болели. Людей всегда создавали сложные ситуации, материальные ситуации. И они сегодня приходят правком. Они прекрасно знают, ну, механизм этот. И мы, в общем-то, я хочу сказать, работаем, ну, могу сказать, в обычном режиме. Я хочу еще затронуть такую тему, как 1 мая. Потому что профсоюзы всегда на этом празднике впереди с флагами. Мероприятий, насколько я знаю, 1 мая не будет. Но, тем не менее, это, наверное, не отменяет того, что будут отмечены ветераны труда, династии. Вот что будет сделано в районе. Мы уже должны были у марта, в конце, провести районный конкурс «Песни Победы». Мы уже все готово. И даже призы закуплены, подарки. Мы просто перенесли его ближе к 3 июля. Это у нас сегодня, во-первых, это юбилейный год, весь год юбилейный. И я думаю, ничего страшного, если мы проведем или к 3 июля, или позже в течение года. Но обязательно мы его проведем совместно с ветеранской организацией. 1 мая всегда, вы же знаете, что мы чествовали трудовые династии, записывали видеофильмы, в газетах. То сегодня мы тоже вот это чествование перенесем, наверное, ближе туда к 3 июля. Все равно мы династии трудовые отметим. Все равно запишем ролики, покажем. И сегодня мы нацеливаем, я нацеливаю на то, что профактив. Потому что запрещены массовые мероприятия. Но все-таки профсоюзных активистов и, наверное, передовиков производства, они будут отмечены как нанимателями, потому что 1 мая – это государственный праздник, это День труда, будут отмечены как со стороны нанимателя, так и со стороны профсоюза. И мы всегда на 1 мая, вот в прошлом году открывали районную, помните, доску почета. Сегодня она переносится тоже на более длительный срок открытия. Конечно, мы планировали и спортивную эстафету, и какие-то художественные конкурсы. Но проведем спортивные мероприятия. Мы можем проводить в течение всего года те же спартакиады, спартландии. Жизнь не останавливается, поэтому то, что такое крупное массовое, будет перенесено на позже время. А, конечно, чествовать в коллективах мы будем передовиков и производства, и профактив. – Андрей, вам слово еще тогда по 1 мая, или если что-то будет сделано, будет как-то отмечено? – Ну, мы ориентируемся по ситуации. Конечно, планы были грандиозные. 1 мая, несмотря на то, что у нас на предприятии очень много профессиональных праздников, есть два главных праздника – День химика, День шахтера. Есть очень много профессий, которые тоже отмечают свои профессиональные праздники. Мы, как профсоюз, всегда в этом участвуем, поскольку мы профессиональный союз. Поэтому, ну, 1 мая – это такой праздник всех профессий. Поэтому мы готовились к этому с особым энтузиазмом. Планировали провести такой широкомасштабный праздник в Дбраве, скажем, с творческой частью, с привлечением, ну, скажем так, семьей, чтобы это было, ну, такое более душевное мероприятие. Планировали молодежный форум «Драйв», традиционный наш и так далее. Ну, сегодня по ситуации, мы вот сначала в апреле отменили драйв, ну, наверное, на 1 мая, не, наверное, уже точно на 1 мая мы все-таки сместим, с 1 мая на более длительный срок там сместим наше празднование, скажем, в Дубраве. Это все равно будет такой семейный праздник, но мы его проведем чуть позже. Поэтому здесь мы, как и вся страна, ориентируемся на ситуацию, насколько будет сегодня ситуация эпидемиологическая в стране, ну, или в городе позволять это все проводить. Коллективы локальные собираются, и человека поздравляют, сегодня есть соцсети, распространяем уже об этом информацию более широко, ну, и фактически приспосабливаемся к ситуации. Может быть, это такой новый вид нашей дальнейшей деятельности, чтобы действительно это было более оперативно и более широко распространена информация. Я хочу поблагодарить за то, что вы все-таки нашли в своем напряженном графике время, пришли к нам, пообщались с нами. Кто может, пусть остается дома, и все вместе мы справимся с любыми проблемами. И все задачи, которые поставлены, мы тоже сделаем. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях был Андрей Рыбак, председатель прав вкума Беларусской Али-Белхимпрофсоюза, и Людмила Ткачева, председатель районного объединения профсоюзов. Спасибо и до свидания. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова